Итак, всем привет, с вами Доб Гэй, продолжаем играть за Нидерланды во Виктория 3. В прошлой серии мы тут очень плотно повоевали с Островенгрией, с Францией, с Россией успели в Перси повоевать. В общем-то, ведем войны очень активно и скоро мы доделаем танки, и вот с ними все станет еще веселее. Тем более, что исследования, они вот тут уже закончатся, да. Танки мы здесь берем, вот эти две техи нам не нужны, но может только вот эта, да, вероятность убийства 5% в принципе полезна немножко. Но после этого мы, наверное, просто пойдем здесь докачивать какие-то техи, да, хотя они не прям сильно нам нужны. И пойдем уже просто неограниченно воевать, наверное, везде. Подобываем какие-нибудь уникальные здания, типа башня, хотя башня, по-моему, да, бесполезная. Ну вот Нью-Йорк имеет статую свободы небесполезную, можно будет его взять. Ну и посмотрим, еще может что-нибудь позахватываем. Все-таки с танками повоевать будет интересно. Поехали. Революция, кстати говоря, очередная революция в США. И это интересная революция, да. Коммунистическая Америка, но с президентской республикой все равно. Забавно. Я ожидал, что здесь будут Советы. И реально в США коммунисты восстанут. Кстати говоря, здесь какая-то новая Африка выделилась из США. Что это такое? Конфедераты выделились. Господи, что с этими в США происходит? Вот. У них ВВВ просто умирает. Кстати говоря, давайте посмотрим, что нового СВП вот здесь у стран. Ну, так себе. Так себе. А в стране в игре выглядит не такой плохой, но все равно маловато. Россия из-за своей... Ну-ка, давайте посмотрим. Да, все еще крепостное право есть. Из-за этого все еще нет школ. Из-за этого все еще отстают они по всем технологиям и по ВВП, соответственно, тоже. В Британии очень высокая грамотность тоже. Кстати говоря, подождите, я думаю, Британия была на первом месте. Мы стали на втором месте, и первым стала Швеция. Швеция неплохо вырвалась вперед. Но я думаю, мы сможем еще побольше поднять. На самом деле, видите, у нас уровень жизни не самый хороший. Средний. Но это потому, что мы кучу стытов. Ставим, и оттуда тоже считается. Ну, я, в принципе, вроде уже объяснял это. Потому что, если бы мы только Нидерланды здесь имели, то все было бы попроще. Ну и плюс сюда куча народа приезжает. Посмотрите, насколько здесь застроено домиками все. Какие здесь плотные Нидерланды, да. Просто каждый метр территории используется от строительства. Ну и... Да, вот мы уже достроили много домиков. Безработных почти нет. Только вот здесь вот еще появились крестьяне. А ну это, опять же, потому что они не работают. Почему вы не работаете? Хороший вопрос. Может здесь... Да, здесь не хватает, ожидай, окей. Это стало логично. Ну, кстати говоря, возвращаемся к низким налогам. Да, у нас нормальный бюджет. Можно себе позволить. Инвестиционный фонд 1.6 и еще 960 тысяч в запасе. Да, то есть мы еще можем строить на 900 тысяч сверху. Два с половиной миллиона. Но нам, на самом деле, это просто не нужно. И вот мы ставим себе казарму, механизированную пехоту. Танки поехали в бой. Нужно будет нам, конечно, перевооружиться. И, кроме того, мы же строили, если помнить, военные машины, да? Вот это, по-моему, должны быть танки. И все по личной кампании. Ну-ка. А, ну они вот еще достраиваются. Окей. Скоро, скоро поедут. И мы дальше, как я и говорил, пойдем вот сюда исследовать. Там экономику, возможно, вот это потом. Потом, наверное, плюс еще медицина, потом это. Ну и тут, как пойдет. Кстати говоря, мощеные дороги сами пошли распространяться. Это приятно, потому что инфраструктура везде нам даст. Ладно. Я еще могу Францию. Я еще могу Францию позвать против США. Нет, я не буду звать. Но, может, я хочу сам себе все получить. Но это значит, что мы просто не тормозя идем вот сюда. За Оклахомой, за Канзасом. Ну-ка, давайте. Это забавное решение от Америки. Только что была гражданская война очередная. А они решают напасть на самую сильную страну в этом мире. Давайте-ка так. Оклахома. Сейчас я все сделаю. Ну, я добавил себе. Хома, Канзас, Нью-Йорк. Апельсерванию. Ниджерси. Да, ну и... Удачи вам, ребят. Да, конечно, мы сейчас будем переворачиваться с танков. Очевидно. Семеноснаряжение будет какое-то время занимать. Но... Ну и нам нужны танки, на самом деле, еще будет вот достроить. Но у меня заводы почти готовы. Так что статуи у меня сейчас быстро вернутся обратно. Хз, почему США так уверенно себя чувствуют, да? Типа, занощивость в собчиках минус 76. Мне кажется, здесь, может, какой-то максимум на 50 стоит. И все, что больше, типа, слишком много и переходит в плюс. Наверное, не знаю. Просто, смотрите, на АВП США. Это просто жесть. У них постоянно революция, 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 революция. И сейчас будет война с Нидерландами. Ну и, ребята, не завидую я вам. Вот, на любом случае, танки у нас уже, ну-ка, да, в достаточном количестве есть на рынке. Они просто чуть-чуть дороговаты будут, но это нормально, да. И вот сюда мы отправляем небольшую часть нашей армии. Нам, в принципе, этой части хватит. Возможно, единственное, можно чуть-чуть поднять налоги обратно. Да, но все-таки мы не хотим, чтобы мы какие-то минусы имели. Можем вполне в плюсе продолжать сидеть и все еще не душить на себя. У нас, кстати говоря, лоится просто космическое количество, но это всегда приятно. Из-за этого все бафы практически работают. Ну и вот США сейчас получат по морде за свою дерзость, я бы сказал. Давайте еще можем подослать сюда танков, почему бы нет. И вот так выглядят статы, 199 против 98. И это еще... Да, и это еще только половина нашей силы. Ну, у нас еще перекрытие дебафа, но как бы да. Статов там будет под 300, когда мы полностью восстановимся. И вот мы восстанавливаемся. Так что, американцы, я думаю, уже жалеют о своем решении. Непонятно вообще, чем она была вызвана. Если говоря, она с умера, видимо, адмирал. Надо же сразу же ему замену поставить. Отлично. И мы поедем сразу высаживаться в Нью-Йорк. Еще потому что, почему бы нет. И поехали вот так. И вот наш флот бьется с американским флотом. Без проблем его разбиваю. И сейчас будет происходить высадка. И я думаю, мы отсюда сейчас начнем тоже очень активно наступать. И сразу захватив цель войны, собственно говоря. Ну и сразу вызовы в краш игры, почему бы нет. И я вот боюсь приближать или наводить. Это опять вызову в краш игры. Но мы успешно продвигаемся. Кстати, американцы перебросили сюда какие-то силы. Но сюда нет. И, видимо, здесь сила только на защите. Либо это просто гарнизон. И я решаю перебросить 100 тысяч сюда-сюда. Чтобы здесь наступление не приорвалось. Здесь мы, конечно, будем в небольшом... Кстати говоря, по ощущениям, часть этой армии все еще дерьмо. Что-то здесь. Ну да. Так, скорее всего, и было. Ну ладно. Фух. Слава богу, без вылета. Вот о чем я и говорил. Уже практически 300 статы у нас. И это все еще не максимум. Мы все еще идем вверх. Наивысший показатель мира 450. Возможно, у какого-то генерала какие-то перки у меня есть. Вот. Ну да, мы везде прорываемся. Отлично. Скоро, я думаю, они уже капитулируют. И вот война окончена. Нью-Йорк наш. Винсерваня наша. Нефть наша. И... Знаете, что забавно? Это же все не стейты. Поэтому к ним распространяется вот этот баф. Плюс 10 товара оброта, да? Соответственно. Вот этого 25 миграционной привлекательности стало 27%. И к нам миграция полетит еще быстрее. Забавно, но да. Так это работает. И здесь же, кстати, как вы могли видеть, есть еще него скреп. Это вот, который дает плюс-оборот. По-моему, где-то здесь еще тоже его устроили. Я уже не очень хорошо помню. Да. Но есть такое. Франция наложила на нас эмбарго. Блин, грустно. Но... Я не очень понимаю, а это обе стороны работает? И мы не можем? Ну да, видимо, да. Ну, что ж поделать? Отменяем. Тогда все торговые пути. Надеюсь, у нас не должно быть просадок. Вот. Но в случае я сейчас перевожу все на лучшие методы производства. Единственное, не все я перевожу пока что на нефть, конечно же. Что нефти не хватает. То есть, вот в шахты я нефть не поставлю. Но на уже фермы, на поля я уже поставил. Потому что, в принципе, мы можем там позволить. Там не так много этого требуется. Здесь тоже доводим все до самых ключевых методов производства. Забавно, у американцев там нефть не лучшим методом добывалась, но... Американцы. И давайте теперь застраиваемся все оборудовыми вышками. И, я думаю, надо еще искать, где бы нам нефть найти. Я помню, в Ливийской пустыне должна быть нефть. Да. Можно тут. Как это оказалось здесь? Хороший вопрос. Ну ладно, мы идем в Ливийскую пустыню. И забавный факт. За Дарфур вступилась Османская империя. Ребята, вы серьезно? Типа, вы серьезно? Видимо, да. Ну, как хотят. Я теперь заберу себе Басру еще. И плюс порт на Кипре. Пускай будет дополнительный порт в Средиземном море. Почему бы и нет? Вот война сейчас и начнется, да. Не знаю, я думаю, мы достаточно быстро просто пробьемся здесь и здесь. Все-таки с танками наша армия совсем на другом уровне. Ну да, вот это вот уже более-менее реалистично. 350 против 100. У них там все еще кто? Ну, все еще застрельщики. Осколочная циллерия. И против них идут танки. Конечно... Конечно, краш. Конечно, такое сложно представить в реальности, да. Но я думаю, эта пехота была бы реально в шоке. И смотрите, параллельно мы там, конечно, побеждаем. Да, я опять перезапустил игру. Это начинает надоедать уже. Наша нефть уже нормально балансить. Да, всего лишь плюс 19% стоит. Как будто можно добавить ее на шахты. Но пока, наверное, прямо сейчас не будем. Пускай еще, наверное, подзаполнится получше... Получается, добыча нашей нефти, да. Здесь, допустим, у нас заполнено вот здесь. Ну-ка. А здесь тоже, слушайте, нет. На самом деле, это же нормально. Можно проверить что-нибудь здесь. Да, у нас реально нормально добывается, нет. Хотя нет, вот здесь вот, допустим, еще не совсем. Да, но в целом, да. Мы практически достигли нашего максимума. Есть ощущение, что придется идти в Россию, захватывать территорию. Либо в Канаду. Чтобы ускорить войну, я еще и высадку сделал. Здесь уже капитуляция произошла от Дарфура. Осталось здесь, да, захватывать Турка достаточно. И он тоже задастся. Ну и вот уже, я думаю, сейчас будет капитуляция от Турка. Получили мы все новые регионы. И смогли мы дойти до Триполитании. Не тормозим. И сразу же начинаем воевать за Ливийскую пустыню. Ведь тут, по легендам, есть нефть. Я еще обнаружил, что это необходимая местность, кстати говоря. И нам вот все пройти нельзя будет. И я зря здесь захватывал территорию. Мне придется высаживаться. Ну, ладно. Тогда уж давайте... Все, Триполи захватим? Почему нет? За них еще вступили Италия, Парма и Греция. Да. Давайте сделаем... А, нет, ладно. Хотя... Че нам мелочиться? Давайте. Вот так. У нас-то немножко обозлятся все, но потерпят. И так война началась. И наш вот уже готовится к высадке с нашим генералом. И сначала мы высадимся в Триполитании. Дойдем до пустыни. А затем мы уже отправимся в саму Италию. И будем покорять ее. И вот высадка 350, так давайте, выйдем, чтобы не вылетело на всякий случай. А сюда, это прямо, итальянцы, да, забрасывает войска, но мы не будем стесняться. Мы тоже сюда забросим войска, да. Они прям очень не стесняются. Давайте вот отсюда их перебросим сюда. У нас и качественное преосходство есть. Но надо и по количеству не отставать, конечно же. У тебя не сотрите, если забрасывает и забрасывает. Ну, мы готовы, мы готовы. А в Сенегале, кстати говоря, я смотрю, нам не хватает. Можно генерала поднять. По вопросу, что такое Сенегал? Я с первого раза угадал. Ну, и вот это тоже давайте-ка сюда. И пока здесь компания вроде как успешно продвинулась, да. Мы почти что там, где надо. Я думаю, пора планировать вторжение в Италию. А здесь они справятся и без одной сотни. И вот мы приземлились в Италии, параллельно наступая в Африке. Я думаю, Италия тоже скоро отпадет. В принципе, вот уже, да, Варскор пошел тикать в минус. Потому что мы их оккупировать начали по-жёсткому прям со столицы. Так что это вопрос времени, когда Италия капитулирует. Тем временем у нас... Хотелось бы мне уже стать первым в мире по грамотности. На первом месте Скандинавия. Скандинавия, опять же, дело в том, что мы куча всего стейтем, да. И новые стейты начинают потихоньку свою грамотность добавлять в нашу общую грамотность. Если бы это было только наши Нидерланды, в этом счете, да. Тогда бы мы, конечно, были на первом месте, я подозреваю. Но пока нет. Пока нет, кстати говоря. Давайте посмотрим вообще, что тут в Скандинавии. У них тоже есть ответственное начальное образование. Но смотрите, у них религиозная школа, кстати говоря. Хотя по доступности образования они не отличаются от государственных. Вот. А уровень жизни какой у Скандинавии? Меньше, меньше. То есть, да. То есть, у меня реально должно быть образование намного лучше. Ну, образованность у них посильнее. Я так понимаю, мы захватили, да? Флаг не обновился. Протекторат. Нет, я хотел захватить. У меня был Казбелли на захват. Что здесь случилось сейчас? Вот, Триполитания была, по-моему, протекторатом Италии. Получается, мы словили очередной баг игры. Протекторат Греция, которая тоже была итальянским протекторатом, передалась нам, но не вступила в наш рынок, в отличие от Италии. А нет, вступила просто там. Просто там нету портов. Непонятно. И Триполитания тоже перешла по нам, но захват не засчитался. Классно, я считаю, невероятно классно. Повоевали за ничего. Ну, зато рынок увеличили. Опять же, не знаю, сильно нам это было нужно, наверное, нет. В любом случае, так вот получилось. Думаю, пора заканчивать эту серию. Мы неплохо повоевали танками. Танки себя показали просто отлично. Захватили от США нужные нам территории. Здесь подзахватывали. Тут, думаю, в следующей серии мы уже начнем тотальную войну против России. Возможно, против Франции, против России. Стараемся воевать уже именно со всеми великими державами. Постараемся одновременно. Экономика у нас мощная. Хочется смотреть, насколько мы будем в состоянии реально вести войну со всеми подряд. Ну, скорее всего, получится только с одной из двумя странами одновременно, но все равно. Хотя, ладно, посмотрим, что будет в следующей серии, в самой этой следующей серии. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.